Продолжаем изучать условные предложения и сегодня с вами изучаем Second Conditional, условное предложение второго типа. Итак, вспоминаем нашу таблицу условных предложений. Вот она. В прошлый раз мы с вами изучили условные предложения первого типа, где условия у нас были абсолютно реальной ситуации. Сегодня мы изучаем Second Conditional. Отличие условных предложений данного типа в том, что условия в них являются либо нереальными, либо воображаемыми, либо противоречащими фактам. И это основное их отличие. Итак, Second Conditional – нереальные условия. Формируется Second Conditional с помощью следующей формулы. Союз если, if, past simple, простое прошедшее время, и would. Давайте сразу обратимся к примерам, чтобы разобрать это время. Итак, Second Conditional. Еще раз вынесу формулу, чтобы она у нас тут всегда была. Возьмем, рассмотрим несколько примеров. Вот такие примеры. If I won some money, I'd go round the world. Если бы я выиграл какие-то деньги, я бы отправился в круглосветное путешествие. If I won some money, I'd go round the world. Как видим, все три составляющие у нас здесь присутствуют. If, союз, если. Дальше. В прошедшем времени наше условие. Won – глагол. Win – неправильный глагол. В прошедшем времени – won. If I won some money. Если бы я выиграл какие-то деньги. I'd go round the world. I would go round the world. Здесь у нас I would сокращено до I'd. Вот, сейчас я вам покажу. Вот так. То есть это очень частое сокращение в разговорной речи. I'd go round the world. Я бы отправился в круглосветное путешествие. Итак, условие, результат. Результат с помощью модального глагола would и основного глагола would go. Я бы отправился. А вот как раз условие глаголов past simple – в прошедшем времени. В данном случае прошедшее время глагола говорит не о том, что события происходят в прошедшем времени, а о том, что эти события нереальны. То есть я не думаю, что я выиграю какие-то деньги, и поэтому я использую вот именно такую структуру second conditional, чтобы подчеркнуть, что я не думаю, что эта ситуация является реальной. Именно этот смысл закладывается в second conditional. My father would kill me if he could see me now. Мой отец убил бы меня, если бы увидел меня сейчас. If he could see. Вот наше условие. Союз if – если. He could. Он бы мог. Глагол can – мочь в прошедшем времени. Could – форма, модальный глагол. He, my father would kill me. Он убил бы меня. Естественно, ситуация нереальная. То есть, опять же, она в настоящем моменте. То есть я сейчас сижу где-то и думаю, если бы меня отец увидел, увидел то, что я делаю, он бы меня убил. То есть это, естественно, нереальное предположение. Во-первых, никто бы, вряд ли бы вас отец убил. А во-вторых, он вас не может видеть. То есть вы знаете, что вас точно не увидят, и именно поэтому используйте структуру second conditional. То есть делайте нереальное предположение. If he could see me now, my father would kill me. Если бы он меня мог видеть сейчас, он бы меня убил. В русский язык такие предложения, как вы уже заметили, переводятся с бы. То есть если бы, он бы. Вот эта частица бы как раз подразумевает, что необходимо использовать second conditional при переводе на английский язык. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. I'd give up my job if I didn't like it. Я бы оставил свою работу, если бы она мне не нравилась. То есть в данном случае мы опять говорим о настоящем времени, хотя используем глаголы в условиях прошедшем. Что это говорит? О чем говорит? О том, что на самом деле мне работа нравится. То есть мы высказываем предположение несоответствующей реальности. If I didn't like it, если бы она мне не нравилась. Союз if и в прошедшем времени в отрицательной форме глагол like. Didn't like. If I didn't like it, I'd give up my job. Опять у нас сокращение тут. I would, да I'd. Я бы оставил свою работу, если бы она мне не нравилась. То есть мы делаем предположение противоречащей реальности, то есть несоответствующей действительности. If I saw a ghost, I wouldn't talk to it. Если бы я увидел призрак, я бы с ним не стал говорить. Опять предположение нереальное, то есть воображаемая ситуация. И как раз мы используем прошедшее время в условиях. If I saw. Saw это прошедшее время неправильного глагола see. Видеть. If I saw условие. If I saw a ghost, I wouldn't talk to it. Сокращенная форма would not. I would not. Я бы не стал говорить. Как видим, опять мы идем по нашей формуле. Союз if. Простое прошедшее время в условии. Saw. И в результате would плюс глагол. I wouldn't talk to it. Я бы не стал с ним говорить. Давайте рассмотрим вопросительное предложение. Они формируются точно так же. What would you do if you saw someone shoplifting? Что бы ты сделал, если бы увидел, как кто-то крадет в магазине? В чем тут разница? Ну, на самом деле разницы никакой. What would you do? Просто вопросительная форма нашего условия. Что бы ты сделал? То есть модальный глагол would вынесен перед подлежащим. You. You do. Ты бы сделал. What would you do? Вопросительная форма. If you saw someone shoplifting. Опять, мы делаем предположение, что это нереальная ситуация увидеть, как кто-то крадет в магазине. Поэтому мы используем second conditional. То есть делаем нереальное предположение. If you saw someone shoplifting. If you saw. Опять же, глагол see в прошедшем времени. То есть, if you saw. Союз if, прошедшее время в условии. И модальный глагол would в результате. В данном случае у нас вопросительное предположение. What would you do? If you needed help, who would you ask? If you needed help, who would you ask? Если бы тебе потребовалась помощь, кого бы ты спросил? То же самое. То есть мы предполагаем, что человеку помощь явно не нужна. И именно в этом случае мы используем вот эту структуру second conditional. То есть мы подразумеваем, что наше предположение является недействительным, нереальным, воображаемым. If you needed help. Союз if. Прошедшая форма глагола need. Нуждаться. И глагол would в результате. If you needed help, who would you ask? Если бы тебе нужна была помощь, кого бы ты спросил? Попросил об этой помощи. Итак, как видите, либо у нас условие является нереальным, либо воображаемым это условие является, либо несоответствующим фактом. Давайте еще пару примеров возьмем. If I were the president of my country, I would increase taxation. Если бы я был президентом нашей страны, я бы увеличил отблажение налогами. То есть опять мы видим, что наше предположение является недействительным, поэтому в прошедшей форме используем глагол to be, неправильная форма were. Вот, кстати, заметьте, если мы используем second conditional, то мы используем форму множественного числа глагола to be в прошедшем времени для всех лиц. То есть, если бы простое прошедшее было бы I was, то есть я был. Для second conditional мы используем форму множественного числа для всех лиц. If I were the president. If she were the president. If he were the president. Если бы я был президентом, если бы он был президентом, если бы она была президенткой. В любом случае, глагол to be у нас в second conditional мы делаем were. Форма множественного числа в прошедшем времени. I would increase. Опять. I would increase. То есть модальный глагол would и основной глагол. Я бы увеличил налогообложение. If my mother was still alive, she'd be very proud. Если бы моя мать была все еще жива, она бы гордилась мною. Опять, в данном случае у нас невоображаемая ситуация, а просто нереальные условия. То есть моя мать, допустим, к сожалению, умерла. И я говорю о том, что как хорошо бы, если бы она была жива, она бы мной гордилась. То есть нереальная ситуация. Поэтому в условии союз if my mother was still alive, she'd be very proud. Она бы гордилась. Be proud. Гордиться. Модальный глагол would здесь сокращен. She would be very proud. То есть, как видите, использование second conditional не представляет сложности. Единственное, вам нужно запомнить тот факт, что все условия являются либо нереальными, либо противоречащими фактам, либо просто воображаемыми условиями. При использовании second conditional, вот его формула, очень часто можно заметить использование следующих фраз. Вот они. If I were, если бы я. I wish I, хотел бы я. If only, если бы только. If I were you, I'd. На твоем месте я бы. То есть, мы используем эти фразы для того, чтобы предположить что-то, высказать свои желания. И они очень часто встречаются именно в second conditional, в условных предложениях второго типа. If I were. То есть, если бы я был сильнее, умнее, богаче. If I were stronger. If I were healthier. Если бы я был здоровее. If I were rich. Если бы я был богаче. И так далее. Ну, давайте возьмем пару примерчиков. Опять его рассмотрим. If I were there. I would try to help. Если бы я был там, я бы попытался помочь. If I were there. То есть, видите, опять глагол to be, прошедшая форма для множественного числа используется. If I were there. If I were. Если бы я был, I would try. То есть, опять то же самое. Союз if. Past simple. В условии. И would плюс основной глагол в результате. If I were there, I would try to help. Если бы я был там, я бы попытался помочь. I wish I had more money. Хотел бы я, чтобы у меня было больше денег. I wish I had. I wish. Wish желать глагол. И видим, что мы используем прошедшее время вот здесь в условии. Глагол have иметь. Had. I wish I had. Хорошо было бы, если бы у меня было больше денег. Хотел бы я иметь больше денег. И вот подобные переводы. I wish they'd stop doing that. Хотел бы я, чтобы они прекратили это делать. I wish she would listen to me more often. В данном случае вы должны заметить следующий способ применения вот этой структуры. I wish. Вначале идет. Далее мы указываем на какое-то лицо. И что мы хотим, чтобы это лицо сделало. Допустим, I wish they'd stop doing that. Хотел бы я, чтобы они прекратили это делать. То есть мы выражаем свою просьбу в отношении других лиц. Точнее, не просьбу, а внутреннее желание. I wish they'd stop doing that. То есть хотел бы я, чтобы они прекратили это делать. I wish she would listen to me more often. Хотел бы я, чтобы она чаще меня слушала. То есть если мы выражаем внутреннее свои желания в отношении третьих лиц, мы используем такую структуру I wish. Дальше идет то лицо, к которому мы выражаем свою претензию и желание. И модальный глагол would с основным глаголом. I wish she would listen. Хотел бы я, чтобы она меня чаще слушала. Дальше еще несколько примеров. If only, если бы только. If only you didn't say that, you wouldn't hurt her feelings. Если бы ты этого не сказал, ты бы не задел ее чувства. Опять, так как мы используем second conditional, мы подразумеваем, что ты уже действительно сказал что-то грубое и задел чувства другого человека. If only, поэтому мы можем использовать second conditional как нереальное условие. Если бы ты не сказал. То есть в прошедшее время глагол здесь не говорит о том, что это произошло в прошлом, а говорит о том, что ситуация является нереальной, нереальное предположение. If only you didn't say that. Если бы ты этого не сказал, ты бы не задел ее чувств. If only you didn't say, you wouldn't hurt. Google would и основной глагол. If only I could come, I'd certainly do that. Если бы я мог прийти, я бы обязательно это сделал. Опять, if only I could. То есть мы выражаем желание, ну в данном случае в отношении себя. Если бы я мог, I would certainly do. Я бы это обязательно сделал. То есть пришел бы. Сокращенная форма глагола would. I'd certainly do that. То есть везде вы видите одну и ту же структуру. Past simple в условии, так как условие является нереальным, воображаемым, несоответствующим фактом. И would с основным глаголом в результате. Мы также можем использовать second conditional еще в одном случае. И вот этот случай. Для того, чтобы дать совет другому человеку. Вот как мы здесь написали, if I were you, I'd. На твоем месте я бы. То есть дословно, если бы я тобой, я бы. If I were you, I'd stop smoking. Если бы я был тобой, я бы перестал курить. If I were you, I'd take it easy. Если бы я был тобой, я бы принимал все проще. Относился бы к вещам проще. Структура та же самая. If I were you, если бы я был тобой, I'd. И дальше мы говорим о том, что бы мы хотели видеть в другом человеке. If I were you, I'd take it easy. Если бы я был тобой, я бы принимал это проще. If I were you, I'd stop. Если бы я был тобой, я бы прекратил. Как видите, вот эти формы выражения желаний своих в отношении кого-то или советов кому-то, очень часто используются в английском языке, если нам необходимо использовать условное предложение второго типа. Итак, сегодня мы рассматривали с вами вторую тему, условное предложение второго типа. И самое главное, вы должны понять, что использование прошедшего времени в условии не указывает на прошедшее время, а указывает на тот факт, что условие является нереальным, воображаемым, либо противоречащим фактом. Second conditional используется именно для этого. На этом все.